Всем привет! Это новости Турции. Я не профессиональный журналист. Я просто живу в Турции и перевожу на русский язык новости, которые происходят в стране. Новости взяты из официальных информационных источников. Если вы хотите быстрее всех узнавать информацию, то в инфобоксе есть ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь. Давайте переступим. Из таких огромных глобальных новостей за прошедшее время очень много не произошло. И слава богу, мы даже уже радуемся, когда у нас немного новостей. Но, к сожалению, последствия наводнения, которые я в прошлый раз вам рассказывала, по факту у нас есть по 20 погибших людей. Есть еще пострадавшие, которые находятся в больнице. И вторично, прошлой ночью, Шамлы Урфа опять начало топить. Опять началось наводнение, и опять реки выходят из берегов. Это природные катаклизмы, явления. Очень плохая погода, заливают дожди, поэтому это сейчас начинается. Повторно происходит та же самая ситуация. В данный момент опять выслан Афат, это МЧС турецкий, предпринимаются меры. Ну, в общем, знаете, погода очень странная. Довольно-таки теплая, нормальная, адекватная весна. Бывало и потеплее, конечно. Но на данный момент сегодня в Стамбуле плюс 20. Это очень тепло. Это еще рано для такой погоды. Но при этом последующие два дня ожидаются дожди в Измире, в Стамбуле. Из разряда тоже экстра количество осадков будет выпадать. Похолодание на 5, до 5 градусов. То есть плюс 5 у нас будет обратно, возвращается зима. То есть не характерно, как обычно ранее, это были перепады температур. То тепло, то холодно, то дождь. В некоторых районах даже обещают снегопад, град, не просто даже дождь. Ну, в общем, такая кутерьма происходит. Сейчас будем в этом смотреть, как двигаться дальше. Но такой прям опасности погодного-то явления для Стамбула, предупреждений, шторма и там суперливня. Пока что на данный момент государство нам не показывало. Никаких там, не знаю, отмены рейсов, межтранспортных сообщений между городами не было. Все идет по плану. Просто будет очень сильная дождь, будет холодно опять. Рамадан месяц, великий пост у мусульман. Все, кто постится, я вас поздравляю с этим праздником. Вообще всех мусульман поздравляю. Ну, а те, кто постится, держат пост, то вообще желаю вам побольше сил. Итак, в связи с этим была пенсионерам выплата в 2000 лир премия каждой пенсии в честь Рамадана. И вообще, в принципе, президент Редаган подписал указ о том, что произошла индексация пенсии. Сейчас минимальная пенсия в Турции 7500 лир. Если мы переводим в валюту, то в иностранных валютах это в районе 30 тысяч рублей, 15 тысяч гривен. Из социального и общественного очень активно сегодня обсуждаются протесты, которые сейчас происходят в Израиле. Там очень сейчас постятся фотографии с протестов, где есть женщина с плакатом. Мы не хотим закончить так, как Турция против реформы. И это очень, кстати, да, взбудоражило так людей. Об этом очень много говорят. И при этом хочу отметить, что и государственные телеканалы, информационные агентства темы то, не скажу, что поддерживают, да, но не оставляют без внимания. Как правило, и вообще во многих странах, да, когда эта тема как-то в пику идет, не совсем приятно или ее не нужно освещать, заострять внимание, как правило, такие новости в официальных СМИ не обсуждаются. В Хельсинки вчера был протест или, как бы, скажем так, попытка протеста против Эрдогана. Там его портрет был, полицейские задержали. В общем, это тоже обсуждается, вот это сжигание Корана, вся эта тема. Если мы здесь берем размышления, как общество на это реагирует, всех это объединяет, потому что ведущая у нас религия в стране мусульмане, Коран, священная книга. И неважно, веришь ты в Бога или не веришь, но эту тему ты все равно будешь защищать и поддерживать просто, знаете, на ментальном таком уровне с культурой, которой ты здесь взросшен. Поэтому эту тему, это все, конечно же, порицают, такое делать нельзя. Сегодня был, скажем так, взорваны новости с утра о том, что президент России планирует посетить Турцию. Многие информагентства писали в Турции об этом, но затем Песков опроверг эту информацию. Будем смотреть, как эта история будет развиваться. Вполне возможно, что это даже произойдет, но вообще четырехсторонняя встреча планируется. Это Турция, Россия, Сирия и вроде бы Иран, не помню, кто-то еще. Это будут обсуждения экономические, стратегии различные. В общем, что вот эта четырехсторонняя встреча, она обязательно должна пройти, но где, в каком формате, пока еще не обсуждается. Земля слухами полна, пока что эти слухи опровергли, но здесь это вызвало огромное в обществе, знаете, обсуждение. Тоже все заинтересовались, неужели это произойдет. В общем, буду держать вас в курсе и подписывайтесь на телеграм-канал, как первые интересные новости появятся, вы там об этом можете прочитать. Также еще в выходные было цитата президента о том, что Турция не закрыла двери для членства в НАТО Швеции. Все зависит от Стокгольма, от их поведения, от их шагов. Это прям цитата президента была. В общем, он, знаете, как всегда подыгрывает ситуацию, где-то отдаляет, приближает обычные политические игры. Тоже люди реагировали на эту фразу, на этот цитат. Но вообще за прошедшую неделю у нас открылся предзаказ, предпродажа ТОК, это электрокар турецкий, первая электромашина автопрома местного. Если мы берем, сравниваем, что стоимость электрокара, подобной, скажем так, начинки, да, такие же условия, то китайский электрокар на такой же базе чуть-чуть дешевле будет стоить, повыгоднее. Но мы не забываем о налогах для ввоза всего иностранного, в том числе автомобилей. Автомобили здесь гораздо дороже, чем в многих странах мира, так же, как и айфоны. Так как это иностранное производство, то выгоды как бы такой и нет, да, налогов-то очень много заплатишь. Поэтому внутренний потребитель есть на электрокары. Вообще здесь по Стамбулу, я беру Стамбул, как один из самых передовых крупных городов, здесь, да, ездят Тесла, их становится все больше, тем более недавно их цена немножко упала. Да, электрокары набирают здесь, скажем так, обороты, потому что еще и бензин дорогой, топливо от Ситроен у нас есть электрокары, Тойоты очень много, гибриды различные. Ну, в общем, эта тема здесь очень актуальна, именно вот я беру Стамбул, да, что своими глазами вижу. Так вот, предпродажи бронирования этих машин, оно превысило 100 единиц за прошедшую неделю, вообще ожидалось гораздо меньше, не думали, что супер как-то будет востребовано, но предпродажи эти идут, покупают, несмотря на то, что если повыгоднее какие-то моменты, можно подешевле приобрести, например, подержанную электромашину. Ну, в общем, спрос есть, чем, собственно, турки и довольны, тоже активно обсуждается в новостях. Уже далеко, а не первый раз, очень много раз Эрдан посещает Хатай, место землетрясения, катастрофы этой. Он очень часто там бывает, буквально, там, если уж не дам соврать вам, раз в две, в три недели, это точно, в две точно. Уже много этих поездок было, и вот заверусилось видео в Твиттере, как он из автобуса выбрасывал в толпу коробки с игрушками для детей, которые пострадали в землетрясении. Многих это, скажем так, иностранцев, это повергает в шок такое отношение и такой жест, но для жителей Турции эта история вообще не новая. Подобные разбрасывания, подобные дары в виде чая, они были несколько лет назад у нас, когда были пожары, если вы помните, в Марморисе, пострадавшие, там очень много было пострадавших. Люди были очень разгневаны в тот момент, и он тогда приехал и тоже выкидывал в толпу, таким образом, подарки, если так можно выразиться. Это очень много критики было на этот момент, очень, это прям несколько дней обсуждалось. Из местных новостей, конечно же, сейчас Рамадан, люди ифтар делают, ифтар, знаете, ну прием пищи вечерний, да, после захода солнца. Ифтар это каждый день как будто бы маленький праздничный стол, да, назовем особенный прием пищи, да, потому что весь день ничего не ел, не пил. Это всегда какие-то сухофрукты, это должно быть мясо, это должно быть сытно, сладко десерты. То есть, условно, ифтар это такой особый прием пищи, когда ты ешь, допустим, по праздникам что-то, да, особенно праздничный, месяц весь праздничный. В общем, особенное, все это особенное. И, соответственно, очень много готовят, особенно когда семьи большие. И, конечно же, что здесь из внутренней кухни такой социальной у людей волнует, это стоимость стола ифтара, принятие пищи вечернего, сколько сейчас стоят продукты. Прошел ровно год, и появилась статистика, вообще очень многие, кстати, турки ведут статистику сами лично, собирают чеки, ведут какие-то тетрадки по расходам в своих семьях. Я это очень часто, кстати, встречала. Не все, естественно, но очень многие, кому приходится экономить или кто чувствует на себе изменения экономические, инфляцию, кто ведет семейный, назовем так, бюджет. Обычно эти женщины занимаются в Турции, ну, кто, собственно, ходит в магазин или кто зарабатывает деньги. Какие у них траты, как они меняются. Так вот, я, кстати, о себе могу сказать. Обучение ребенку увеличилось с января месяца, ну, в феврале. Мы уже отдали на 30-40%, фактически на 35% дороже, чем это было еще в декабре месяце. И я очень замечаю, что очень многие переводят турки детей с частных школ, частных садов в государственные, потому что, ну, становится, ну, очень дорого. Это даже, когда ты живешь, например, выше среднего, то есть, это очень сильно бьет по карману, по бюджету семьи. Так вот, про ифтары питания. Статистика о ценах, которые были годичной давности на прошлый, рамадан 2022 года. Я вам, давайте, зачитаю, чтобы быть точнее. Это было в марте 2022 года, год назад. Так вот, мясо красное, то есть, это говядина, баранина, подорожали на 200%, курятина на 83%. Крупы, макароны, все прочее, внимание, на 300%. Булгур 327%, рис 215%, нут 176%. Именно вот эти крупы, которые перечислены, они самые популярные, да, это самое популярное, что покупают турки, чем питаются. Чечевица, булгур, нут, там, курица, мясо, овощи. Овощи, там не приведены статистики в это, ну, такие базовые, долгого хранения продукта, потому что на овощи и фрукты сезонность очень сильно от стоимости влияет. Так вот, просто волосы на голове дыбом становятся, когда люди читают эти цифры. Это очень тоже обсуждается сейчас в социуме, насколько все стало дорого, насколько дорого жить. Конечно же, это очень важно к 14 мая, когда у нас будут выборы. Основная ставка сейчас идет общение, люди решают, будет два тура выборов или безоговорочно победит, первый тур решит все вопросы, да, какая-то ведущая партия выиграет. Очень интересно, что нет особой предвыборной кампании агитации какого-то движения огромного с правящей партией со стороны Дагана. И здесь все решают, по сути, гадают, почему. То есть они настолько уверены в своей победе, что даже не шевелятся, не пытаются как-то себе приблизить, завоевать интерес, взгляды потенциальных избирателей, которые колеблются. Или же из-за экономической ситуации, из-за цен, из-за качества жизни, которая сейчас падает, да, потому что все становится очень дорогим, нереальным, из-за катастрофы века, землетрясения, последствий, сколько там людей лишились крова, тяжелая вообще экономическая ситуация находится на этой территории, страдавшие также. То есть что вообще в принципе они, возможно, уже поняли, что можно не тратить деньги на предвыборную кампанию, не шевелиться, потому что выборы будут проиграны. Но все равно, если мы сейчас смотрим социальные опросы, они сейчас только набирают, скажем так, оборотов и становятся все больше и больше, правящая партия все равно также держит свои обычные 38% голые их идут, а потом еще кто около их симпатию испытывает. Ну так и выходит, до сих пор держится 50 на 50, то есть все будет решаться на выборах. Я уверена, что будут какие-то протестные настроения, не потому что люди будут супер недовольны результатом выборов, потому что 50 на 50 будет, как и всегда, как планировалось, это нормально, потому что в принципе чувствуется в обществе негатив, повышенная агрессия, злость, разочарование какое-то, трагедия. Люди вот умирали недавно, да, землетрясение, потом наводнение началось, денег не хватает, еще там просят, давайте еще деньги будем, скажем так, сдавать, помогать, гуманитарной помощью до сих пор продолжается. У нас у государства недостаточно средств всех, короче, содержать, ликвидировать эту катастрофу, да. Вот этого негатива, негодования и агрессии очень много копятся, и поэтому выборы, если я думаю, что все-таки протесты какие-то будут, 100%, негодования очень много, то есть это будет просто триггер к выплеску эмоций, которые люди очень сильно копят. Если мы сейчас берем иностранцев, ВНЖ, документы и все прочее, отказы так и идут, есть те, кому одобряют, знаете, это пальцем в небо, нет какой-то супер статистики, закономерности. Очень стало спокойнее, скажу, вот по Стамбулу точно вижу, что русскоязычного населения становится меньше, оно есть в туристических публичных местах, но вот в спальных районах, как это было в сентябре, в ноябре, то есть прям наплыв был, особенно русскоговорящих после мобилизации этой объявления, сейчас этого меньше, потому что многих, либо закончив с полугодичной ВНЖ, им их не продлили, либо люди потусовались 2-3 месяца, или там превысили лимит нахождения, штраф оплачивают при выезде из страны, да, то есть они побыли как несколько месяцев и уезжают, ну и плюс еще много отказов, поэтому сейчас больше свободных квартир, каких-то объявлений о сдаче недвижимости, но при этом хочу отметить, что цены на недвижимость так и не падают, они такими же и остаются, хотя не напомню, в октябре еще месяце, там палата по недвижимости сообщества и так далее, они обещали о том, что будет падение цен, подождите к весне, нифига пока что не двинулось ни на йоту, ни на копеечку, цены только растут, и также предлагается оплачивать за полгода, за год вперед, полгода это самое оптимальное, чтобы за пару месяцев, такое вообще очень редко, это максимум турок может договориться, если для себя где-то снимают. Новости актуальны на 27 марта, понедельник, всем удачи, всего хорошего в инфобоксе, находится моя почта, если вам нужна психологическая консультация, пишите туда или подписывайтесь на телеграм-канал, там самые свежие актуальные новости Турции. Спасибо за внимание, всем пока!